Ну так у нас национальная забава какая? С больной головы на здоровую скидывайте, потом в итоге мы расхлопываем. Вот мы с вами, но нас уже колбасит из-за этих двух условий. Каждый месяц мы должны сидеть и трястись. Соберет Молдова газ деньги? Не соберет. Может быть мы потому-то охреново и живем все эти 30 лет, что не открыл дело по Кульку, не продолжил дело по Багамосу, нет ничего по энергокому, по незаконному обогащению Додона. Потому что у Додона не то, что рыльца в пушкода, там все, ну скажем так, лицо опухло уже давно от коррупции и от участия во всех схемах. Он уязвимый, он никогда не будет реальной оппозицией. Но власть должна снять заглушки с ушей, власть должна снять шор из глаз. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Лома на канале АВА ТВ. И это говорит о том, что наступило время обсудить политические события, произошедшие в Молдове, поговорить о политике. Тема нашей сегодняшней программы «Молдова. Страна с перспективой или крайняя точка успеха». В рамках, разумеется, нашей программы мы коснемся, не коснемся, а будем говорить о газовом вопросе, о газовой проблеме, которая, как дамоклов меч, висит над нашими головами, к сожалению. Но обо всем по порядку. Я представляю вам моего сегодняшнего гостя. У нас в студии экс-вице-спикер парламента Республики Молдова. Один из лидеров платформы «Да» и, я бы сказала, один из самых активных лидеров – это Александр Сулусарь. Александр, добрый день. Добрый день. Я вас вновь приветствую в нашей студии. Спасибо, что нашли время прийти к нам. Александр, год, как известно, начался с определенных событий. И, соответственно, можно сказать, что это некие такие старые песни о главном. Даже вот когда встречаешь своих знакомых и на вопрос о том, как вы живете, как ваши дела, следует ответ. Живем по-старому, но гораздо дороже. Кто-то голову пеплом посыпает, у кого-то надежды канули в лету, кто-то вообще разочаровался. Но если убрать сарказм, вот ваша платформа, платформа «Да» недавно выступила с призывом об отставке с «Пыну». Ну и, соответственно, Вадима Чабана. Вы лично высказывали такое мнение, что министр инфраструктуры должен взять на себя всю ответственность за провальные переговоры с «Газпромом» или вообще за ту ситуацию, которая произошла. Вот я бы хотела, чтобы вы пояснили, почему вы так считаете. И только лишь он виноват в сложившейся ситуации? Или есть фигуранты, есть персонажи, которые просто-напросто открестились от этой проблемы, сняли с себя ответственность и перекинули все на «Спыну»? И я привык оперировать фактами и мыслить в рамках каких-то институциональных парадигм. У нас есть министерство инфраструктуры, у нас есть вице-премьер, который взялся за эти переговоры. На всем протяжении, начиная с момента, когда они должны были начаться, они должны были начаться 7 августа, второй день, когда было утверждено правительство. И не надо было ждать 2 месяца. Всем было понятно, что контракт истекает, что нужно уже вести диалог о другом контракте. Не надо было верить господину Козаку, который приехал сюда и сказал, что все будет хорошо и что контракт продлил на старых условиях. Не надо было слушать господина Чабана. Но Чабан там вообще занимался сплошными диверсиями все это время. Но Чабана мы не можем, к сожалению, сразу отставить, потому что мы свои трубы отдали за бесценок в 99-м году, когда было правительство Стурза еще. Потребовать отставки Козака мы тоже не можем. Вернее, можем, но это будет смешно. Это будет смешно. Это будет смешно. Поэтому я всегда привык отвечать за свои действия. Вот если я где-то ошибся, я говорю, что я здесь ошибся. Я прошу прощения, если у меня есть функция, я должен уйти. Господин Спэну ошибся в августе, когда не начал вовремя эти переговоры. Подождите, Александр, вы говорите, он взял на себя ответственность, функцию вести эти переговоры. Он взял или ему, подождите, делегировали полномочия? Я не знаю, если ему делегировали полномочия. Вы же помните, он даже поехал без полномочий. Он даже поехал без полномочий и подписал протокол, который, с одной стороны, не является международным соглашением, с другой стороны, носит какие-то обязательства для правительства Республики Молдова. Так получается, тут тоже двойственная позиция. С одной стороны, это протокол простой, с другой стороны, правительство взяло на себя обязательства и подписало это господин Спэну, не имея на эту полномочия. Вы видите, начиная с августа месяца была очередная действия. Я не отрицаю, и мы всегда в платформе говорили, что газовый вопрос, это вопрос шантажа. И я на пальцах не раз доказывал, что Россия всегда променяла эту дубитку. Но еще раз повторяю, Россия, мы знаем, какая там политика, с ними все ясно. У нас здесь был господин Спэну, который провел эти переговоры, который в октябре месяце, вместо того, чтобы смотреть с точки зрения Приднестровской проблематики, зная, что у России болезненный вопрос Приднестровья и отключения от газа Приднестровья, и Приднестровье не могло получить газ из другого места, нежели как от Газпрома. Так Молдова безоговорочно, что? Молдова, первое, что сказал господин Спэну на переговорах, он сказал, что там наши граждане, и мы даже не рассматриваем вопрос, чтобы они остались без газа. С этого момента аргументов у нас было очень мало. После того, как мы сразу же сами себе отсекли вот это вот, аргументов было мало. Более того, уже подписав, не подписав, а согласившись с этой формулой, опять же, давайте говорить прямо на этих переговорах, он приехал с представителями, был Газпром, переговаривался с Газпромом, при участии достаточно молчаливым господином Спэну. Всю экспертизу ему на стол клали представители Газпрома в лице Молдова Га. С другой стороны, сидели представители Газпрома из Москвы. Он там сидел несколько дней и ждал, пока Майя Санду попытается через Меркель договориться с Путиным по поводу цены. Но даже когда была принята эта цена, господин Спэну не потрудился, уже зная все, что произошло в августе, как их кинул Козак, зная уже, что абсолютно нельзя доверять Российской Федерации, он не потрудился взять этот договор и посмотреть вот эти два условия, из-за которых нас всех колбасит уже третий месяц. Вот эта вот плата... Может он посмотрел эти условия, но не знал, что делать, каков выход из этой ситуации? Если ты не знаешь, что делать, прерви переговоры и позвони. Ну так у нас национальная забава какая? С больной головы на здоровую скидывать, а потом в итоге мы их схлопываем. Мы с вами приходим к тому, почему господин Спэну отвечает за это. Еще раз повторяю, эти два пункта, где написано, что мы должны делать авансовые платежи за газ, который еще не потребили, и в 48 часов нас отключат, если мы не перечислим. И когда Игорь Чабан сказал, что это с 2006 года эти два условия, и Россия никогда их не применяла, но ты же уже должен понимать, ты вице-премьер, ты политик, ты секретарь партии, ты знаешь, какая ситуация в стране, какие у вас взаимоотношения с Россией. Вы уже видели, как вас кинул Козак в августе. И ты веришь на слово и оставляешь эти два условия в договоре, даже не попытавшись, даже не сделав попытку убрать эти два условия. И нас ведь сейчас колбасит уже даже не столько из-за цены, которая высокая для Молдовы, которую одобрил Спэну, но нас уже колбасит из-за этих двух условий. И каждый месяц мы должны сидеть и трястись. Соберет Молдова газ деньги? Не соберет. Поднимется тариф? Не поднимется. Нужны деньги из бюджета? Не нужны. Да, обещают уже поднять тариф. В феврале месяце 4,5. Откручат нас от газа? Не откручат нас от газа. И вот это вот все было, все, ко всему этому мы пришли, не только потому, что Российская Федерация использовала как шантаж газовый вопрос. К этому мы уже привыкли, к сожалению. Но это данность, которую нам трудно изменить. А вот профессиональные переговоры без промедления, с хорошо выстроенными аргументами, с экспертами. Нужно было взять с собой несколько румынских экспертов тогда, которые в этом разбираются. Они ведут переговоры каждый год с газпробом. У нас есть этот газодукт Ясса-Кишинев. Нужно было использовать все хитрости и рычаги. Вот в феврале месяце Гаврилица объявила, да, премьер-министр, что будет совместное заседание правительства, и в том числе и с Румынией. Так, возможно, будет какой-то найден выход в этой ситуации? Ну, видите, тут выход там, где вход. Тут такая ситуация, что контракты уже подписали. Сейчас надо попытаться... А пересматривать условия? Я бы, конечно, попытался пересмотреть эти условия. Опять же, если... Очень много времени упущено. А это должен делать не с Пыну. Почему мы и говорим, что с Пыну... А вы настаиваете на том, что он должен взять ответственность и уйти в отставку? И предоставить место более компетентному человеку? А кто должен взять ответственность? Я вам перечислил все вот эти факторы, начиная с запоздалой реакции в августе, потом цена, потом эти два пункта, и все время нас колбасит из-за непрофессиональной подготовки нашей делегации. За делегацию отвечал господин Спыну. Надо отвечать за свои поступки. Я не верю, что господин... Мы тогда еще говорили, что, в принципе, хорошо бы, чтобы премьер-министр взял на себя ответственность и вел эти переговоры. Я не знаю, кто сейчас должен это делать. Александр, за всю историю нашу 30-летнюю вы помните хоть один пример, когда кто-то подал в отставку? Так, может быть, пора начинать с этого? Я к этому веду. Может быть, мы потому-то охреново и живем все эти 30 лет, что все косячат. Капитан очевидности, Александр. Все воруют, и никто не берет на себя ответственность. Хорошо, когда у власти были олигархические режимы, это было понятно. Тогда все это делалось куря воинца. То есть это делалось преднамеренно, это делалось специально, это были обскурдые интересы, это были договоренности с Приднестровьем, это были серые схемы. Понятно. Тут пришла власть, которая, в общем-то, выиграла выборы на совершенно противоположных лозунгах. Борясь с этими группировками, которые обещала профессионализм, неподкупность, транспарентность. И вот мы, к сожалению, в этом газовом вопросе мы увидели, как минимум непрофессионализм. Как минимум непрофессионализм и отсутствие транспарентности. Как минимум. Я очень надеюсь, что это в худшем случае ошибка. В худшем случае просто некомпетентность. Я очень надеюсь, что это в худшем случае. А нету каких-то обскорных договоренностей, которые... Газпром и Молдова-газ, это всегда были элементы коррупции в республике Молдова. Через Молдова газ, через газовый вопрос, очень много молдавских политиков, начиная еще со времен Чубука и Сторзы, и заканчивая Игорем Николаевичем Дадоном, это всегда были элементы коррупции. Я очень надеюсь, что то, что мы увидели, это только непрофессионализм, неопытность и отсутствие прозрачности. Ну а вы не думаете, вернее, не считаете, что в любом случае признали ошибку, просто об этом не заявляется, да, об этом не говорится, и, соответственно, правительство сейчас ищет какие-то выходы из создавшейся ситуации, то есть принимают и критику в том числе, потому что получается, что со всех утюгов звучит только критика, но есть и рациональные предложения, которые, к сожалению, или не слышат, или не хотят слышать, или нам просто не говорят об этом. Мы никогда, мы в платформе никогда не критикуем ради критики. Я не говорю просто только про вас. Но я отвечаю за себя, я отвечаю за себя. Нам не нужна дестабилизация в стране. Нам очень не хочется, чтобы вот на фоне всех этих быстрых ошибок новой власти вернулись старые олигархические криминальные группировки. Это было бы трагедией для Волдовов. Но никому не хочется этого, к сожалению. Нет, почему? В Волдове есть масса людей, масса группировок, которые бы хотели бы, потому что было хорошо. Было, что пилить, грабили страду, забирали банки, аэропорты, делали съемки. Может, хватит уже пилить и грабить? Я про то. И так удар сокрушительный по экономике республики Волдова, по социальной сфере. Люди тоже долго ждать не будут. То, что массовый отток граждан за границу. Да, и люди, у людей очень завышенные ожидания были. Люди ждали, вот это вот, для многих это последний шанс был. Завышенные ожидания канули в лету, вы понимаете? Ну, шанс еще есть. Шанс есть, но им надо воспользоваться. Он улетучивается с каждым днем, потому что прошло полгода, нагородили много, ошибок много, а в сухом остатке даже не начата ни одна реформа. Даже не начата. Как? О чем вы говорите? Господин Литвиненко делает реформу, не только он единственный, естественно, реформа юстиции. Ну и подождите, а в чем проявляется реформа юстиции? В том, что он поехал в Израиль договариваться? Два судьи, которые хорошо жили при Блохотнике, стали жить еще лучше и стали судьями высшей судебной палаты? Смустяться мы будем делать реформу юстиции? В чем? В том, что приняли закон о прокуратуре, поправки в закон о прокуратуре, которые венецианская комиссия разбомбила. Вы сказали, мы примем во внимание, сделаем корректировки. Вот это реформа юстиции, то есть мы в сухом остатке, кроме декларации, если мы абстрагируемся от словоблудия, в сухом остатке мы имеем вот это изменение в закон о прокуратуре, раскритикованной венецианской комиссии, мустяцу в высшей судебной палате, человека из ближайшего окружения Блохотнюка, в генпрокуратуре борьбу кланов, два генеральных прокурора, непонятка со Стрейногова, по шести или по семи случаям обвиняется, и ничего еще толком не видно, и при этом оценка его, которая была заявлена, так и не произошла. Оценка судей запаздывает, так подождите, а где тут реформа юстиции? Назовите, вот я вам перечислил, что я видел. Может быть, я что-то упустил? Может быть, была какая-то чудесная реформа юстиции, о которой мы с вами не знаем? Может, нам просто не сказали об этом, понимаете, Александр? Может, мы еще не знаем, что мы живем? Люди задают вопросы, вот наши зрители, допустим, вот и в комментариях, и мне лично пишут вопрос, существует ли вообще связь между ведомствами? Они друг друга слышат или нет? Я вам пример приведу элементарный. Господин в спину заявляет, мы административно-территориальную реформу делать не будем, да, в этом году. Это его заявление, это не я придумала. Тут же господин Гроссу заявляет, вы о чем говорите? Нет, мы не говорили такого, у нас будет в обязательном порядке, там, в какой форме, но это реформа. Еще одно, вы говорите, нет реформ, пожалуйста. Подождите, это только разговор. Что так разговора? Я устал за 30 лет от разговоров. Я хочу, чтобы политики сказали, я сделал, а не я сделаю. Вот не надо мне разговоры об административно-территориальной реформе, она давно назрела. Скажите, что вы понимаете, а, что вы понимаете под административно-территориальной реформы, б, когда и как вы будете ее продвигать. Потому что, например, платформа, да, имеет четкое видение, как нужно проводить эту административно-территориальную реформу. И мы очень надеялись, что, опять же, в первые полгода мы увидим хотя бы децентрализацию, потому что административно-территориальная реформа, она невозможна без реальной децентрализации. Нельзя ставить телегу впереди лошади. Нужно сначала очень четко определить, что государство с центрального уровня дает как можно больше полномочий на территориальную уровень для поддержки примарий, в первую очередь, дает им рычаги налоговые, административные, имущественные, разграничивает собственность, проводит до конца делимитацию, оставляет максимальное количество налогов, начинает проект по модернизации инфраструктуры, серьезный проект за счет поддержки внешних партнеров. И после этого меняется ситуация административно-территориальная. В первую очередь нужно ликвидировать районы. Нужно ликвидировать эти районные советы, потому что мы теряем где-то 4, мы посчитали от 4 до 5 миллиардов леев, мы теряем на неэффективную поддержку этих районных советов, которые превратились в политическую конъюнктуру. В программе этой реформы это же указывается или нет? О чем вы говорите? Это музыка будет вечной или как? Я просто говорю. И когда будет? В программе было все указано. В программе была указана реформа юстиции, в программе была указана поддержка отечественного производителя, административно-территориальная реформа. Ну где хотя бы? Я понимаю, что за полгода нельзя закончить эту реформу, но хотя бы начните. Я за полгода, ну за исключением действительно выхода из внешней изоляции и повышения пенсии, вот мы с вами два месяца назад по-моему здесь встречались. Вы меня тогда спросили, что вы можете занести в плюс? Вот я вот как тогда, вы были с этими двумя плюсами, так мы с этими двумя плюсами остались, а минусов все больше и больше. Так народ же не бесконечен в своем терпении. Надо же понимать, что у народа ожидания от этой власти, ну скажем так, от Додона большая часть уже давно ничего не ждет. Уже никто не ожидает. Большая часть ждет, что его посадят и очень раздражена тем, что этого до сих пор не случилось. Не происходит, да. Потому что нам же, как говорили тогда, что вот стояногло, такой-то, такой-то, он не сделал дело, не открыл дело по Кульку, не продолжил дело по Багамасу, нету ничего по энергокому, по незаконному обогащению Додона. Три месяца... Вы уже вызывали в прокуратуру, поговорили, все отлично. У него что, политическая индульгенция какая-то выданная слышит? Три месяца мы имеем новую прокуратуру уже. По Кульку ничего, по Багамасу ничего, по незаконному обогащению ничего. Его вызвали по энергокому. Ну вот если человек украл курицу и его вызывают в прокуратуру, его точно содержат там. Или как минимум ему дадут меру пресечения, если он сотрудничает со следствием, ему дадут там какой-то арест или что. Этот пришел к себе домой, сказал, что ему нужно время, чтобы со всем ознакомиться, потребовал какие-то бумаги. А что, в 13-м пенциаре нельзя знакомиться со всем этим? Что адвоката туда не пускают? И эти все хлопали себя, хлопали глазами. Вы же сказали, что у него геополитическая неприкосновенность, да, или как? Я не знаю, вы понимаете, что это такое? Я вынужден, у меня нету никаких фактов, я живу только слухами, но эти слухи все больше и больше зиждутся на том, что я вижу. А я вижу, что он пришел туда, он там указывал, что делать, он диктовал, какие ему документы нужны, его выпустили, ему не дали даже минимальную меру пресечения, как подписку, они выездили хотя бы судебный контроль, не назначили новой даты судебного разбирательства, и как будто, когда он захочет, тогда в следующий раз и придет. Ну и как это расценивать? Как я должен это расценивать? Вот на фоне тех слухов, что есть договоренность, опять же, которая была в августе с Козаком, что у него будет политическая индульгенция. Как я должен это вот расценивать? Опять же, на фоне того, что по остальным делам ничего не делается. Сколько говорилось про Кулек, сколько говорилось про Багамас, про его эти вакансы Делукс. Я в марте 2020 года направил в агентство по неподкупности запрос. Мне сказали, анкета началась, мы в марте, сейчас через два месяца будет два года. Так что я должен думать? Те, кто нас грабили, спокойненько уехали, все убежали. Привет из Лондона передают сейчас. Привет из Лондона, откуда непонятно, из Греции, из Румынии, Платон, Андронаки, Шорт, Лохотнюк, все там. А кто этому еще помогал? Он ходит и читает нам лекции, рассказывает, как надо ездить в Россию, что нужно делать в России. Когда хочет, ходит в прокуратуру, когда не хочет, не ходит в прокуратуру. Делает заявления в социальных сетях. Да, это тоже результаты юстиции. Это тоже результаты реформы юстиции. После такой реформы, где додоны, додонки чувствуют себя прекрасно, я что должен думать? Так хорошо, Александр, а позиция для чего нужна? Для того, чтобы... Ну давайте разберемся с позицией. Секундочку, вы активны, я ничего не говорю. Я никого не поддерживаю сейчас и никого огульно не ахаиваю, не критикую и так далее. Но по крайней мере то, что освещается в средствах массовой информации, платформа, да, более активна, нежели парламентская позиция, которая может что-то сделать, сидя там. Если бы вы сейчас находились в парламенте, я вообще по сей день не понятен тот факт, почему платформа туда не попала, ну ладно, мы на эту тему с вами говорили. Вы конкретные действия какие бы... Вы бы принимали что-то... У нас бы каждое заседание было бы блокировавка трибуны. У нас бы каждое... Мы бы требовали бы... Я не знаю, сколько бы нас там было. Мы бы требовали бы созыва парламента реально по этим вопросам, потому что... А, вот сейчас вы, кстати, тоже заявили, для того, чтобы я не забыла этот вопрос, что необходимо созвать парламент. Конечно, нужно увеличивать компенсацию. Увеличивать компенсацию, поддерживать экономических агентов. Мы платим дорого за некомпетентность господина Спыну, который не смог... Дорого нам обходится эта власть. ...не смог справиться с хитрой и, как всегда, шантажабельной позицией Российской Федерации. Мы за это платим. Раз мы за это платим, так уже понятно, что фактуры, которые пришли за декабрь, это был ильшок. И что те компенсации, которые были изначально предусмотрены, они не покрывают расходов большинства людей с малыми и средними доходами. И что нужна дополнительная поддержка. Эту дополнительную поддержку нужно предоставить через бюджет. В бюджете есть деньги. Бюджетная сольд более 10 миллиардов леев. И я думаю, что какие-то деньги, которые сейчас в январе-феврале не востребованы на те же дороги или еще на какие-то вещи, их сейчас нужно, необходимо направить на поддержку социально уязвимых слоев населения. Но для этого нужно собрать парламент. Потому что это нужно делать поправки в бюджет. И нужно делать быстрее. Я слышал на прошлой неделе, что подождем, поднимем тарифы или не поднимут тарифы. Мы опять будем зависеть, что скажет Газпром. Пальцем в небо, да? Что нам скажет Газпром? Поднимет он нам тарифы или нет? Уже понятно, что ситуация тяжелая. Уже понятно, что социальное напряжение растет. Уже понятно, что удар от газового шока очень силен, этот газовый удар. И что нужно поднимать компенсации вне зависимости от того, что будет делать Молдова-Газ. Поэтому я и говорю, собирайте парламент. Потому что оппозиция у нас в парламенте, она некредибельная. Ну что, шор, которого давно надо запрещать, и социалисты, которые сами участвовали во многих схемах, которые во многом привели страну к этому. Но социалисты сейчас, извините, шаг влево, шаг вправо. Что нам скажет партия? Я не знаю, я не вижу какой-то великой активности. С этой оппозицией мне все ясно. У меня нет вопросов к парламентской оппозиции. Она некредибельная. Пока там ей управляет Додон и Шор, эта оппозиция не будет нормальной. Потому что у Додона не то, что рыльца в пушкода. Там все, ну скажем так, лицо опухло уже давно от коррупции и от участия во всех схемах. Он уязвимый, он никогда не будет реальной оппозицией. Другой оппозиции нет. Напряженность в обществе растет. Есть непарламентская оппозиция. Она разная. Но я хочу, чтобы власть понимала, что если она не отреагирует вовремя на все, что происходит, не осознает свои все ошибки за полгода, не скорректирует курс, то дальше может быть социально непроизвольный взрыв, который будет использоваться деструктивными силами. Платформа никогда не была деструктивной силой. Мы находимся в оппозиции нынешней власти. Но вы же призываете к протестам, да? Мы не призываем к протестам. Пока не призываем к протестам. Мы находимся в конструктивной оппозиции. Подождите, Александр, тогда поясните, пожалуйста, что это за противостояние было между госпожой Ингой Григорию в социальных сетях и он... С Турзо. С Турзо, который всех нас призывает. Давайте затянем пояса. Какие социальные протесты? Мы 30 лет уже их затягиваем. Сколько можно их затягивать? Ну, господин Турзо может затянуть пояса. Там есть где затянуть пояс. Понятное дело. Хорошо с Румынией говорить, да? И учить всех, кому как жить. Инга Григорию... Она высказала свою позицию, но ее... Она высказала... Ее позиция была просто специально пропаганда, извращена. Инга Григорию не призвала к протестам. Она показала, что происходит в Казахстане, когда социальные какие-то вот процессы идут и их используют. И как могут они быть взрывоопасны? Она дала намек, что вот то, что происходит в Казахстане, оно может быть по социальным мотивам, может произойти и у нас. Когда низы не хотят, а верхи не могут. И у нас могут быть использованы. Это все, что она хотела сказать. Но понятно, что у нас вместо того, чтобы реально смотреть на картину и корректировать курс, у нас тут же... Началась эта пропаганда. Выскакивают специально подготовленные люди, парашютированные определенными кругами. И они кричат. Вместо того, чтобы сказать, ребята, вот здесь мы ошиблись. Вот здесь нам надо скорректировать. Вот здесь надо что-то сделать. Они кричат. Нет! Все, кто призывает... Все, кто говорит про протесты, не призывают к протестам. Все, кто дают намеки даже на протесты, это шпионы, это те, кто имеют поддержку в Лондоне, те, кто имеют поддержку в Тель-Авиве, те, кто имеют поддержку в Москве, те, кто везде там где-то, где-то, это все враги народа. И начинается вот эта вот вакханалия, истерика, что мы должны, мы должны быть солидарны. Я хочу быть солидарным. Март Качук вот ходит, бегает кругом. Все, давайте мы объединимся. Я хочу быть солидарным в поисках решений. Так вот в поисках решений, а не в вызывах бегания по улицам с вкладами. А не в оправдании ошибок. Вот в этом я не хочу быть солидарным. Если мы констатируем, что власть должна признаться, что она сделала ошибки здесь, 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 что она затягивает реформы, что она корректирует курс, ибо тогда мы садимся, и мы конструктивная позиция. И мы ищем решения. Какие решения? Платформа, да, никогда не критиковала огольно. Мы всегда, если критикуем, предлагаем решения. И мы садимся и говорим, вот мы предлагаем это, это, это. Почему это нельзя сделать? Есть какая-то рабочая группа, есть какие-то заявления. То есть вот как вы предлагаете? Вы предлагаете только через веса массовой информации или нет? А у нас есть другие способы? Подождите, есть петиции со стороны гражданского общества, со стороны не только гражданского общества, тут и эксперты и так далее, и представители оппозиции вне парламентской. С призывом к власти определенное количество пунктов, я не хочу сейчас об этом говорить. Речь идет о том, что конкретно можно предложить пойти на переговоры. Не знаю, там призвать министров, премьер-министра. Мяч на стороне власти. Какие ошибки допущены, общество их достаточно неплохо выявило. Реагирует не только партии, но реагирует и гражданское общество, как вы говорите. Это касается и газового вопроса, и отсутствия прогресса в реформе юстиции, и отсутствия прогресса в экономике. Вы посмотрите, что творится с ценами. И опять же, все валится на мировые тенденции. Хотя я вот сегодня сделал анализ и посмотрел, что у нас продовольственная инфляция почти в 8 раз выше, чем в Европе, в 3 раза выше, чем в Румынии, и на 45% выше, чем в Украине. При чем тут мировые тенденции? Национальный бюро статистики указывает цифру 14% за прошлый год. Продовольственная инфляция почти 18%. Здесь же явно власть не дорабатывает. Власть не борется со спекуляциями, власть не борется с картельными соглашениями. Совет по конкуренции не работает. Алайба начал эту глупую реформу по скрещиванию ужа с ежом в виде анрея и Совета по конкуренции. Бросил на полдороги. Совет конкуренции без руководства. У нас никто не занимается ценами. И вот по всем этим направлениям, что я обозначил, а также по другим направлениям, есть ошибки. Власть должна признать эти ошибки и обратиться, если не хватает своих каких-то способностей, обратиться к экспертизе гражданского общества, специалистов, хочет вести диалог с непарламентскими партиями. Пускай ведет диалог, потому что не все те, кто критикуют, я бы сказал, что большая часть той критики, которую я видел до сих пор, она была конструктивна. Как раз вы много критики не услышите от социалистов, от Додона. Для них чем хуже, тем лучше. Им социальный взрыв нужен для того, чтобы взорвать здесь все. А та критика, которая была, она была с позиции, что давайте не допустим массового разочарования, давайте не допустим дестабилизации. И власть вместо того, чтобы бороться с позитивной критикой, бороться с теми, кто может подставить плечо, и власть начинает искать их в лице врагов народа. Я очень вспоминаю сейчас, у меня дежавю 2010, 2011, 2012 года. Я тоже помню, как тогда любая критика, я помню, как Андрей Анастасий рассказывал, что вот что делается в юстиции, вот Андромат, вот начинаются тенденции в банковской системе. Я помню, как все масс-медиа и карманные аналитики кричали, руки прочь от Альянса за европейскую интеграцию, руки прочь от наших, потому что придут русские танки. Прошло несколько лет, мы закрывали глаза на то, как поделили юстицию, мы закрыли глаза, что забрали аэропорт, что разгромили банковскую систему. И вот мы проснулись в захваченном государстве Плохотнюка, огромный шаг назад сделали, и в конце концов русские танки в лице Додода все равно пришли, и он стал президентом. Мы хотели ценой позора, как сказал Черчилль, ценой позора вы хотели избежать войны, в результате получили войну и позор. Получили и одно, и другое, да. Я не хочу второй раз, кому-то нравится носить с собой грабли, я не хочу второй раз наступать на те же грабли. У нас все поле в граблях, по-моему. Если есть ошибки, надо их сразу обозначать, и сразу же на старте пытаться скорректировать курс, потом будет поздно. А врагами народа являются не те, кто довел страну до ошибок, они все в Лондоне, они все в Израиле, кто где, кто в Турции, кто в Греции, кто неизвестно где. Но вы понимаете, есть оппоненты, есть оппоненты, да, вот конструктивные, которые считают, что, ну, почему вы постоянно критикуете, ладно, мы дали 100 дней, прошло 100 дней, там уже сейчас полгода, но подождите, только начало, работа ведется, только установили еще и не весь аппарат, да, то есть имеется в виду, кадровая проблема еще решается, не решена и так далее. Я уже запутался, где у нас конец-начало, и где начало-конца. Я очень уже запутался, я не знаю, потому что... Я не зря назвала программу, Молдова это страна-перспектив, или это конечная точка успеха? Поэтому я про то и говорю, покажите мне, когда у вас будет конец-начало, обозначьте вот как-то, потому что, когда вы пришли к власти, у вас должна быть стратегия по нескольким... Причем стратегии реальные, не для того, чтобы поставить галочку, не для того, чтобы выиграть очередные гранты. Реальная стратегия управления страной. Вы не гражданское общество, вы не оппозиция уже. Вы должны иметь четкую стратегию по направлениям. И эти стратегии должны быть скоординированы между собой. Вот то, что вы сказали, кто в лес, кто под рова нельзя, чтобы в парламенте говорили одно, в правительстве другое, причем совершенно другое. Не нюансы какие-то, а именно другие концептуальные заявления. И вот с этим нужно начинать. А мы пока видим много деклараций, фрагментарные какие-то усилия отдельных министерств и откат по некоторым направлениям, как то министерство, как то юстиция. Еще раз повторяю, когда меня спрашивают результаты юстиции, я всем говорю, что при Плохотнюке Мустяцца был членом высшего совета магистратуры. При ПАССе он сделал шаг вперед и стал членом Высшей судебной палаты. Вот это реформа юстиции. То есть у нас получается ситуация, есть жизнь на Марсе, нет жизни на Марсе, науке сей факт неизвестен. А выход где в конце тоннеля свет? Выход в корректировке курса. Власть еще, уже мало, но еще осталось маржево для маневров, для того, чтобы скорректировать курс. Может она, я опять же, как человек абсолютно самодостаточный, мне сто лет не нужна ни функция, ни что. Просто мы шли к этому успеху. Нам за державу обидно, знаете, как в том фильме. Как вам сказать, мы шли к этому успеху, переживали мрачные времена, за нами следили, нам фабриковали уголовные дела, за нами нас подслушивали, мы боролись с захваченным государством, рука об руку. В 2018 году нас поднимали от этого памятника Штефана Челмарин в День независимости. И вот сейчас мы, как это вот, пришли после пяти лет, ну хорошо, нет платформы, но все-таки идеи, лозунги, концепция платформы восторжествовала в том, что выиграл пас. И мы приближали этот день как могли. Пусть он состоялся без нас, пусть это произошло так, как произошло. Но в принципе, криминальные группировки были удалены от власти. Пришла новая сила. Огромные надежды были и еще сохраняются у людей. И вот это вот все сейчас, если выродится в свисток, а оно пока так идет, и не дай бог приведет к реваншу криминала, так это не то, что за державу обидно. Обидно, ну вот мне, например, мне обидно, что те, кто нас слушали, хватали, следили, мустяцы, марарь, рурак, все люди, система, они сейчас, для них хорошие времена настали, а представители платформы, да, за конструктивную критику, враги народа. Но это полбеды. Враги народа, вы не рассматриваете такую возможность, да, в перспективе и в парламент попасть, на местных выборах, ну, победить, не победить, имеется в виду. Да, живем, будем надеяться. Слушайте, мы, чтобы только не переживали в этой жизни, в нашей стране. Мы же не Россия, а Украина. Они могут сто лет лежать на боку. У них ресурсы, резервы, они государство с огромным опытом, с огромной исторической памятью. Так нам что, уже собирать чемоданы? А мы 30 лет не до государства. 30 лет это маленькое государство грабили. Грабили, выбили миллион людей отсюда. Выкачали все, что можно отсюда. Если еще два года продолжится эта политика, так на следующие выборы я боюсь, что вообще никто не выйдет. Просто люди уедут. Будет такое разочарование, что только криминальные избиратели останутся. Те, которым вообще ехать некуда, и которых можно тупо купить. Что вы так переживаете? Вот диаспору опять привлекут в обязательном порядке. Диаспора настолько разочаруется, что я далеко не уверен, что диаспора выйдет на выборы. Диаспора тоже сюда приезжает. Тем более она будет пополняться. Она будет пополняться. Она уже пополняется. Причем галлобирующими темпами. Массивно будет пополняться. Им будут рассказывать это. Я не хотел бы... Я очень честно хочу, чтобы у этой власти получилось, потому что это будет фиаско не просто для страны. Это будет фиаско для каких-то шансов нормальной жизни. И сменить эту власть, сменить эту власть, скорее всего, ее сменят обратно олигархические группировки, которые тупо будут скупать голоса. Платформа, да, не допускайте до этого. Вам, карт-бланш, вы тоже оппозиция, вы имеете право... Мы делаем то, что от нас зависит. Но, к сожалению... Вы делаете, что от нас зависит. Мы делали шапку, покрасили мантию в желтый цвет. У них все отлично. А мы, те, кто предлагаем конкретные решения, и которые все-таки общаемся почаще сейчас с обществом, чем нынешняя власть, мы, которые искренне хотим победы проевропейских сил здесь, национальных сил, и продвижения Молдовы, и реальной европейской интеграции, мы враги. Вот это настораживает и озабачивает нас. Вы знаете, пусть вы будете врагами для, не знаю, там кого, Мараря, для СТУРЗа, для кого угодно, по крайней мере, для общества, для социальных, для ваших избирателей вы врагами не являетесь. Поэтому, ради бога, с заявлениями, мы имеем право каждый на свою точку зрения, на критику и прочее. Поэтому, предложение, да, помогите. Делайте, старайтесь, двигайтесь. Мы готовы, но, опять же, очень трудно стучаться в закрытую дверь, за которой еще и стена. То есть, для этого мяч на поле власти. Мы готовы помогать. Мы не хотим и не призываем на сегодняшний день к протестам. Но власть должна понять, что протесты рано или поздно при таком курсе, они возникнут сами по себе. В 2015 году, когда украли миллиард, проблема была не только, что пришла платформа, да. Платформа, да, пришла туда, где люди просто были ошарашены тем, что они обмануты. Была созрела ситуация к протестам. Люди разочаровались в так называемом проевропейском политическом классе. Вот то же самое при таком курсе все равно произойдет. И уже вопрос, что будет с этими протестами, кто ими воспользуется, куда они двинут, двинут ли они в деструктивную русло. Так лучше не доводить до этого. Еще есть время и шанс не доводить до протеста. Но власть должна снять заглушки с ушей. Власть должна снять шор из глаз. Власть должна понимать, кто враг, кто друг. Власть должна разобраться в этой ситуации. И если не хватает собственных сил, собственных кадров, сесть за стол переговора с гражданским обществом, с непарламентскими, проевропейскими национальными партиями и искать выход из этой ситуации. Мы будем надеяться на то, что нас услышат, по крайней мере, вас. Что нам остается? Хорошо, что есть масс-медиа, через которые мы еще можем передавать эти месседжи. Мы стараемся, но опять-таки одними надеждами сыт не будешь. Понимаете? И, соответственно, мы всегда говорим, да, будем надеяться на лучшее, будем надеяться. Мы надеемся. Всегда надо готовиться к худшему. Надо готовиться к худшему, надеяться на лучшее. Да, мы продолжили мою мысль. История нашей страны показывает, что всегда есть место для боли. Как говорится, что хуже некуда, так вот в Молдове всегда есть куда хуже. Еще дно не пробито. Нет, все время стучат снизу. И когда кажется, что вот-вот-вот... Стучат снизу, я благодарю вас за вашу позицию, за то, что вы нашли время прийти к нам. Спасибо вам за нашу беседу. Вам спасибо. Спасибо большое. Уважаемые друзья, я с вами прощаюсь. Напоминаю, не забываем подписываться на наш канал. Следите за нами в социальных сетях, следите за нашим сайтом АВМД. Ставьте лайк. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова